С Новым Годом вас, дорогие друзья! Чем необходимо занять первые 12 дней года? Каждый день это проекция месяца. В годе 12 месяцев, и первые 12 дней проецируют каждый месяц. То есть 1 января будет проецировать весь январь, 2 января будет проецировать весь февраль, 3 января – март, 4 апрель и так далее. Вы поняли, как дальше. По этому принципу вы можете составлять план на весь год. Это будет очень эффективный план. И чтобы сделать его еще более эффективным, я вам дам свои астрологические рекомендации. Первый день – это дом личности. Первый месяц и первый день года необходимо заниматься своей личностью. То есть это я, проявленный в мир. Я вам рекомендую в этот день уделить внимание и своему внутреннему, и внешнему миру. Заняться своим тонким телом и своим грубым. То есть вы можете принять ванну с солью, зажечь свечи и побыть в приятной такой атмосфере расслабления, уюта. Можно сходить на массаж, на маникюр, в общем, сделать что-то приятное для своей телесной оболочки. Для вашей внутренней начинки очень полезно будет почитать какое-то священное писание или духовную книгу, или книгу, которая будет развивать вас в психоэмоциональном смысле, ну или просто какую-то любимую вашу книгу. Конечно, изучать себя. Самый интересный человек на свете – это вы. Если это не так, то это тревожный звоночек. Запишитесь к астрологу на изучение своей натальной карты. Узнайте больше о себе, о своих скрытых суперсилах. У меня есть мини-консультация «15 минут она длится», где вы узнаете три своих суперсилы. Суперсила «хочу», «могу» и «надо». И этот треугольник успеха поможет вам лучше проявляться в мире и понять, действительно, мои это силы или не мои. Потому что бывает такое, что вот у меня есть желание выйти на сцену, или желание начать какой-то бизнес, какое-то дело, или желание нарожать детей и воспитывать их. У всех свои желания. И вот ты хочешь это желание раскрыть, но тебе кто-то что-то посоветует рядом, типа, ну что-то это ерунда какая-то. Вот надо заниматься чем-то другим, потому что это другой человек, у него другое мнение, он не специалист, он не знает вашей карты, он не знает ваших сильных сторон. Он смотрит на мир через свою призму восприятия, и поэтому он не знает вас в достаточной степени, чтобы вам дать объективную рекомендацию. Но он может при этом быть вашим другом, вашим вообще родителем, вашим близким человеком, авторитетом для вас, тот, кому вы доверяете. И вы опираетесь на его мнение и отвергаете свою мечту, потому что вы начинаете сомневаться, вообще это мое, не мое, насколько это актуально, насколько это нужно. Вообще я вижу, что мир это не принимает, и я такой не нужен, и поэтому не буду свою эту идею развивать. Дальше я лучше займусь какими-то привычными вещами, какой-то там рутиной, к чему я уже приспособился. И здесь, конечно же, происходит такой крест на развитие, и это приводит, конечно же, к страданиям. И астрологи для этого и нужны, что они показывают ваши суперсилы. Не для того, чтобы говорить вам будущее, предсказывать за вас, создавать вам программы. Не для этого изначально созданы астрологи. Астрологи – это поддержка вашего внутреннего зова. Вы вот слышали этот внутренний зов? И вместо того, чтобы пойти и к родственнику, или к другу, вы сходите к астрологу, послушайте специалиста, который именно вашу карту посмотрит, откроет и скажет, да, да, это ваша сила. Вот обратите внимание сюда-сюда, тут могут быть слабые, тут могут быть сильные места. Здесь вы усилитесь, здесь вы как бы укрепитесь. Вот, и вы уже будете, у вас на руках будет подтверждение, на руках условно. И у вас будет внутри убеждено, что да, действительно, я теперь понимаю, что это мое, и по моей природе, и по моим внутренним ощущениям. И уже можете прийти и поделиться этой рекомендацией со своими близкими, да, и послушать, что они скажут. Вот, но слушать всегда надо свое сердце и компетентного человека. А близкие – это люди, которые смотрят на мир через призму своей индивидуальности. Так вот, друзья, если первый день нового цикла, нового года, будь то это Новый год, будь то ваш просто персональный год, да, день рождения, это очень важно посвятить первый день себе, изучить себя, узнать больше себе, и, исходя из этого, планировать уже весь остальной год. Не изучив себя, вы будете планировать год, посвященный не себе и своему развитию, а посвященный им в исполнении долга в обществе, служению другим людям, где вы вообще уже забыли про себя. И если вы что-то делаете для себя, вы можете потом даже испытывать какую-то неловкость или чувство вины, которое будет разрушать вашу психику и отношения с людьми. Также я хочу сделать вам подарок. На моем канале под этим видео вы найдете рецепт суперэкологического, простейшего, но очень эффективного скраба для тела. Вы сделаете его из подручных продуктов, которые есть практически у каждой хозяйки на кухне, и это запустит процесс омоложения и очищения вашего тела. И очищение происходит не только на грубом физическом плане, но даже на тонком. Это особый такой эзотерический скраб, и я думаю, что вы все оцените его по достоинству. Обязательно, если вы еще не подписались, подпишитесь на канал в Телеграме и найдите рецепт этого скраба. Продолжение следует...